здравствуйте подписчики и просто случайные зрители сегодня я вас познакомлю со своим аквариумом после нового года я завела рыбок и хочу показать видео чтобы предостеречь вас в будущем если вы будете заводить аквариум определенных ошибок сейчас видите у меня рыбки здоровые все красивые вода прозрачная а когда я только запустила аквариум не был только донный фильтр и камни немножко водорослей купив рыбок у меня изначально были гупи купила я потом разнообразных рыбок данью петушков сразу взяла репешек докупила также получилось что они мне начали болеть и в течение недели многие попали рыбки петушок весь стал как вот как облизанный вот у него плавники все слиплись и он плавал очень слабенько когда начала разбираться в чем причина выяснилось что в аквариуме с холодной с прохладной водой заводится часто бактерии грибки и сразу мне рыбоводы порекомендовали увеличить температуру воды до 28 до 29 градусов чтобы было сделано также купила дополнительную рацию в аквариум и градусник вот потом нужно было соответственно пролечить воду в аквариуме всю среду для этого я купила метиловый синий и также сделала домашние лекарства в домашних условиях есть такое лекарство как милофикс от грибковых и бактериальных заболеваний его можно сделать в домашних условиях по следующему рецепту его желательно конечно иметь всегда под рукой на 200 миллилитров воды добавляем 2 миллилитра чайного дерева масла и 15 грамм морской соли вода должна быть дистиллированная после чего весь этот раствор разбалтывается хорошо перемешивается и добавляется из расчета 5 миллилитров на 38 литров воды пролечивая когда это раствор добавляется ежедневно вылечив своих рыбок я сейчас этим раствором пользуюсь ежедневно раз в неделю добавляю его в воду для того чтобы просто продезинфицировать аквариум и чтобы вода постоянно в нем находилась чистая чтобы были здоровые водоросли и рыбы петушка я лечила следующим способом я покупала таблетки фуразолидона одна таблетка фуразолидона рассчитана на 10 литров воды то есть одну десятую часть таблетки нужно раздвести на литр воды посадить туда петушка петушок находится в таком растворе в течение недели плавники его расправляется и он становится снова вот такой вот красивый как мы сейчас его видим по поводу корма корм нужен рыбкам разнообразной одной дафни если вы будете кормить сушеной там либо одним каким-то сушеным кормом они у вас не будут хорошо расти развиваться не будет у них интенсивный окрас поэтому есть специальный корма который придает интенсивность окрас очень хорошо кормите какой-то живой рыбой дополнительно на всех птичьих рынка практически продаются в общем-то круглогодично мотыль также можно купить и другой живой корм причем некоторые корма продаю живые можно делать самим покупая яйца той же артемии или дафни и выращивая их у себя дома желательно чтобы в аквариуме была хорошая среда обитания нужно рассчитывать на то что должно быть достаточное количество растений должен быть хороший грунт должны быть улитки для чистки аквариума как видите у меня есть в аквариуме сомики которые чистят поверхность стекол также желательно заводить рыбок которые совместимы петушки сами по себе они не очень дружелюбные могут откусывать хвосты другим своим сородичам поэтому если вы заводите петушков то самец должен быть только один в аквариуме и с другими рыбками тогда он уживается спокойно и никого не дергает поэтому иметь петушков красивых в аквариуме тоже реально среди других рыб но желательно не больше одной пары данюшки они очень дружелюбные рыбки и они плавают всегда в стайке поэтому желательно заводить сразу стайку вот таких вот привлекательных рыбок видите они разноцветные синенькие желтые оранжевые зелененькие бывают гупешки также плавают стайками когда рыбки стайные они плавают в своей стайке они не дергают других своих соседей по аквариуму также у меня есть малины и зимичьи носцы все эти рыбки замечательно между собой уживаются также я завела аквариум для мальков и для разведения ну в данном случае у меня гупи начала рожать у меня аквариума не было у меня сейчас стоит 10 литровый аквариум за банкой поэтому я гупешку отсадила в банку она мне здесь замечательно родила но со временем я их пересажу вот в этот аквариум живородящими рыбками являются меченосцы гупи и малинезии среди тех которые есть у меня что в них привлекательного то что за ними не нужен особый уход чтобы получить потомство вы видите когда при рыбке уже примерно рожать отсаживаете ее и она вам дает потомство но у меня в планах разводить и данию и петушков будем пробовать вот смотрите я пересадила уже рыбок в аквариум мальков своих и малышей лучше всего кормить живым кормом я покупала яйца артемии и выращивала сама артемия вот сейчас она там не знаю и заметно или нет но вот плавает артемия она очень мелкая и маленькие мальки ее с большим удовольствием кушают сам процесс конечно нелегкие разведения рыбок но он и не требует много времени зато этот уход очень приятен а когда наблюдаешь за рыбками это лучше наверное антидепрессант не надо никаких успокоительных и тому подобное даже если вы при очень тяжело трудитесь приходите можете сесть просто возле аквариума и полюбоваться как рыбки плавают как у них там все интересно спокойно как бы очень приятно это все наблюдать что для души очень советую именно аквариумных рыбок также вот видите у меня большая есть улитка ампулярия называется это настолько интересное существо когда вы зовите если вы решитесь завести понаблюдаете за ним вы поймете насколько не просто улитка это действительно такой вот достаточно умное создание описывать чем именно нам не интересно это займет очень много времени поэтому просто рекомендую у кого есть аквариум или кто хочет завести аквариум обязательно купите такую литочку вот так вот я развожу опускаются яйца в воду добавляется туда соль сода и вот так вот с помощью воздуха они инкубируются На Tomb Raider us 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 Продолжение следует...